Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Алла Владимировна Самойлова. Алла Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Алла Владимировна, ну, во-первых, немножко задним числом, но у вас и в вашем лице всю отрасль с профессиональным праздником, днем медицинского работника. Пожалуй, трудно назвать еще какое-либо направление нашей народно-хозяйственной деятельности, которыми было приковано столь пристальное внимание общественности. Ну, разве что образование, потому что в России все знают, как учить и как лечить. Еще знают, как играть в футбол, но это не к вам. Ежегодно ваше ведомство готовит очень масштабный труд, государственный доклад о состоянии здоровья, ну, в данном случае жителей Чувашской Республики. Работа над ним уже началась, я полагаю. И что можно сказать, какие-то, может быть, предварительные итоги, как мы выглядим на общероссийском фоне, на окружном фоне? Что-то изменилось по сравнению с прошлым годом? Да, на самом деле труд масштабный, на самом деле государственный доклад практически уже готов, то есть основные цифры уже все сведены, то есть подведены уже все статистические формулы, сданы все необходимые документы. И фактически в ближайшее время этот доклад будет представлен в правительство Чувашской Республики. Если говорить о тех показателях, которые мы достигли вот в этом году по сравнению с прошлым годом, то нужно говорить о том, что практически основные показатели по смертности, по заболеваемости у нас в Чувашской Республике в сравнении с Российской Федерацией находятся на лучших показателях. За исключением одного показателя, это смертность от внешних причин, в основном за счет дорожно-транспортного травматизма. И по сути дела, если оценивать в динамике, то общие показатели смертности, они в этом году, то есть буквально за 5 месяцев этого года, также находятся в динамике в тренде к снижению, за исключением вот этого показателя. Он находится на общих цифрах выше среднероссийских, но если сравнивать с прошлым годом, показатель смертности от ДТП чуть уменьшился. То есть это, в общем-то, нас радует, это говорит о том, что работа, в общем-то, ведется, причем не только с медицинских позиций, а с общей, скажем так, межотраслевого плана, потому что здесь не только здравоохранение, то есть это и МВД, это и пешеходы сами, это и водители, это и соблюдение скоростного режима, то есть здесь все вместе. А вот что-то изменилось в структуре заболеваемости? Мы же привыкли называть там вот несколько таких ведущих болезней. Основной класс заболеваний, он остается точно таким же, то есть смертность в трудоспособном возрасте – это в основном внешние причины, на первом месте это внешние причины. Смертность лиц старше трудоспособного возраста – это смертность, на первом месте стоит класс сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты, дальше идут новообразования. То есть в структуре ничего не поменялось. И на сегодняшний день, в этом году мы ждем, прогностически ждем роста уровня заболеваемости за счет выявления этих заболеваний по программе диспансеризации. То есть диспансеризация в этом году началась, это новое веяние и новая программа этого года. И уже первые буквально результаты, вот первых двух месяцев работы по диспансеризации нам уже выявили, что нас отчасти радует, но с другой стороны обеспокаивает. Это ранние стадии заболеваний злокачественные, это ранние заболевания, то есть ранние стадии сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, увы, это есть. И поэтому это, естественно, даст нам прирост заболеваемости вот этих классов. Но наша задача раннее выявление, дальше отправить на своевременное лечение и не допустить смертности, роста смертности. То есть вот роста смертности мы не должны допустить. Алла Владимировна, одно время очень много говорили о том, что мы, так мы, я имею в виду, жители Чуваши, располнили. То есть имеем склонность к ожирению, имеем склонность к каким-то вот эндокринологическим заболеваниям. Как сейчас эта ситуация? Вообще-то она такая, по-моему, общемировая тенденция, к сожалению. Но на самом деле это общемировая тенденция, это общемировой тренд. И на сегодняшний день хотелось бы сказать, что вот в Чуваши это делается очень много в плане пропаганды здорового образа жизни. И мы прекрасно понимаем, что ожирение – это тоже, опять-таки, образ жизни и образ питания. То есть нужно говорить об этом. То есть это на втором плане, наверное, уже, это эндокринологические заболевания. То есть нужно тут все-таки на первое место ставить этот образ жизни. Поэтому, если мы будем заниматься спортом, даже не спортом, физической нагрузкой. То есть активная физическая деятельность, здоровое питание, то тогда наш вес будет приходить в норму. Поэтому, а этому способствует, наверное, все у нас в республике. Алла Владимировна, весь прошлый год прошел у нас под знаком модернизации здравоохранения. То есть мы очень много об этом говорили. Говорили о том, что основной объем средств, выделенных для Чувашской республики по этой программе, практически освоен. Вот что именно было сделано, ну, такие вот ключевые моменты, напомним. И что осталось на этот год? Ну, основные ключевые моменты, если говорить по цифрам, то это почти 5 миллиардов рублей вошло в отрасль здравоохранения. Основная сумма – это ремонтные работы, это реконструкция и ремонт, в основном, практически всех межрайонных центров, учреждения родовспоможения и детства, центральных районных больниц. Дальше – это оснащение оборудованием, порядка, ну, почти 3000 единиц медицинского оборудования, разного уровня, и большого, и небольшого, поставлено в лечебное учреждение. Это практически информатизация всей отрасли здравоохранения, это электронная регистратура, это электронная медицинская карта, причем амбулаторная электронная карта и стационарная электронная карта. Это фактически паспортизация всех лечебных учреждений в плане материально-технического обеспечения, то есть это ведение бухгалтерского учета, персонализированного учета кадров, заработной платы. То есть вот это, пожалуй, основное – это внедрение стандартов оказания медицинской помощи. То есть для этого, естественно, были выделены финансовые средства на закупку оборудования, на закупку лекарственных препаратов, и вот это внедрение стандартов в медицинскую практику осуществлено в прошлом году и, в принципе, на сегодняшний год продолжается. В этом году продолжилось освоение тех финансовых средств, которые были недоосвоены в прошлом году. В основном это за счет дополнительного транша, который получила республика за счет эффективного использования и освоения первого транша. Поэтому мы в прошлом году получили порядка 300 тысяч рублей, буквально в ноябре месяце, и поэтому вот эти деньги, они осваивались в начале этого года. То есть фактически на сегодняшний день мы завершаем их освоение. Здесь тоже были ремонтные работы, то есть это были те лечебные учреждения, которые не были вовлечены в ремонт в прошлом году, и до закупки оборудования опять-таки в этом году. Алла Владимировна, вот какова эффективность, в чем ее можно измерить? Ну вот такую, допустим, сразу же, сиюминутную по сравнению с прошлым годом. Ну, наверное, самое главное, о чем хотелось бы сказать, это все-таки повышение качества оказания медицинской помощи. Наша задача, чтобы еще и пациенты были удовлетворены качеством оказания медицинской помощи. Но если оценивать с позиции медиков, с позиции врачей, то, конечно, уровень здравоохранения в республике поднялся на целую ступень или даже на несколько ступеней. Почему? Потому что, конечно же, произведено помимо ремонтных работ и помимо того, что медики стали работать в новых операционных, стали работать в новых фактических условиях вот после модернизации, у них появилось новое современное оборудование. Поэтому, конечно же, врачи, медицинские сестры, то есть те сотрудники, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь, они это почувствовали у себя на рабочих местах. А, конечно, от этого уже идет и повышение качества оказания медицинской помощи. Ну и, наверное, главный результат – это все-таки увеличение продолжительности жизни. И фактически мы вот за последние только два года мы дали рост средней продолжительности жизни на два года. То есть фактически каждый год на один год идет прирост. Если до начала модернизации средний возраст жизни в Чувашской республике был 68 лет, то на конец 2012 года мы констатируем сегодня 70,4 года. То есть фактически вот это, наверное, главное. То есть люди начинают жить дольше. То есть вот это если говорить о таком глобальном итоге. А, естественно, замечания есть, естественно, есть проблемы. Конечно же, мы… Ну, вот, кстати, вот вы говорите, да, с точки зрения врачей, понятно, они ощутили все это не только на своих рабочих местах, но и на своем благосостоянии. Ну да, конечно, повышается заработная плата. Что касается пациентов, с точки зрения пациентов, вот, например, количество жалоб сократилось? Значит, жалобы, я бы сказала, жалобы тоже можно разделить на две составляющих. То есть есть жалобы обоснованные на, на самом деле, на качество оказания медицинской помощи, на недостаточное диагностическое обследование, на недостаток лекарственного обеспечения. То есть вот на сегодняшний день этих жалоб практически мы не видим. То есть практически нет таких жалоб, где бы говорила, что заставляли покупать медикаменты, что не было медикаментов в лечебном учреждении, что были проблемы с обеспечением, там, средствами ухода. То есть на сегодняшний день, если эти жалобы и появляются, они очень единичны, и в каждом конкретном случае мы разбираемся, почему не было тех или иных медикаментов, почему не было средств ухода. То есть мы ушли от этих жалоб. И на сегодняшний день у нас на первый план выходят жалобы от пациентов на, к сожалению, дентологические аспекты. То есть здесь нужно говорить о том, что, увы, может быть, из-за загруженности иногда бывают моменты не всегда уважительного отношения к нашим пациентам. И второе – это то, что, к сожалению, мы наблюдаем дефицит врачебных кадров, сестринских кадров, и поэтому в этой связи загруженность медицинского персонала иногда создаёт действия, реки не, скажем так, долгого же ожидания пациентам приёма и помощи от врача. То есть вот это тоже, в общем-то, есть. Хотя различными способами электронной регистраторы и записи, конечно, мы пытаемся от этих очередей уйти, но эта нагрузка на тех врачей, которые остаются в лечебном учреждении, конечно, вот эта повышенная нагрузка иногда создаёт вот эту нервозную обстановку между врачом и пациентом. Алла Владимировна, в начале этого года у нас вновь возникла проблема, причём уже второй год подряд – это резкое мельчение младенческой смертности. Понятно, что с модернизацией это никак не связано, но тем не менее. Вот какова ситуация сейчас, и как-то её удалось? Мельчание младеневается всё-таки по итогам года, и больше нужно говорить по итогам года. Поэтому, да, на самом деле в первые месяцы у нас наблюдался всплеск смертности младенческой, в основном, опять-таки, за счёт внешних причин, то есть мы уже об этом говорили, то есть что такое внешние причины. Это те дети, которые, к сожалению, умирают до года дома, порою в постели с мамой, С одной стороны, от неправильного ухода. То есть вот эти моменты, в общем-то, были. На сегодняшний момент, буквально по завершению уже пяти месяцев, мы констатируем снижение этого показателя. И фактически мы находимся даже чуть ниже, чем показатель на аналогичный период в прошлом году. Поэтому будем надеяться, что этот показатель будет такой же, как и был в прошлом году. Но вот какая-то все равно неприятная тенденция второй год подряд и именно начало года. С чем это связано? Ну, как правило, вот эти домашние смерти, увы, приходятся на праздники, на выходные дни, на тот период, когда, видимо, родители тоже хотят отдыхать. И поэтому вот этот вот недогляд за маленькими детьми, он, в общем-то, имеет место быть. Понятно. Алла Владимировна, вы упомянули о паспортизации всех лечебных учреждений Чувашской Республики. И у нас, понятно, что наряду с современными, отремонтированными, модернизированными, все еще остаются такие вот старые, даже, может быть, не сколько физические, сколько морально устаревшие. Вот какова судьба этих медицинских учреждений? Они будут реконструироваться? Я думаю, что, конечно же, будут. И первый шаг, наверное, сделан на селе. Благодаря указу главы Чувашской Республики о строительстве 100 новых модульных фапов, первые фапы будут открыты вот буквально в ближайшие дни, в праздничные дни, в День Республики. Это вот как раз тот период модернизации сельского здравоохранения, когда взамен старых ветхих фапов строятся совершенно новые модульные лечебные учреждения. Нет, маленькие, но лечебные учреждения, то есть куда уже фап, где будет горячая вода, где будет полная цивилизация, где не только подведенная вода, но и туалеты. То есть не надо никуда выходить на улицу, ну и, естественно, все оборудование, которое необходимо в фельдшерско-акушерском пункте. Думаю, что следующим этапом будет, естественно, ремонтные работы в тех районных больницах, которые не попали в модернизацию. И, конечно, мы не забываем о лечебных учреждениях, которые находятся в городах нашей республики. Поэтому это, конечно же, будет. Но вот первый шаг – это наши модульные фапы. То есть а вот какого-то укропнения не произойдет? То есть, что, допустим, в одном районе закроется, но в другом будет? Нет, такого не произойдет. То есть все лечебные учреждения, как были в районных центрах, они так и будут. Вопрос на сегодняшний день, если происходит, происходит перемаршрутизация пациентов. И в тех лечебных учреждениях, где должна оказываться помощь первого уровня или, скажем так, простая медицинская помощь, она там обязательно останется. А вот эта перемаршрутизация пациентов, она, безусловно, будет происходить. И благодаря этому мы, наоборот, концентрируем кадры, мы концентрируем оборудование, мы концентрируем технологии. И развивая вот эту уровневость оказания медицинской помощи, мы, наоборот, повышаем качество предоставления медицинских услуг. Сегодня ведь у нас в республике прекрасные дороги. И фактически можно из любого населенного пункта в течение 10-15 минут доехать до ближайшего объекта, где может быть оказана более существенная медицинская помощь. То есть это в зависимости от того, какой уровень необходимо оказать данному пациенту. И ведь практика показала, что вот создание таких центров, как центры травматологии по трассе, как сосудистые центры, опять-таки, по межрайонам, кустовые, как перинатальные центры, как межрайонные родильные дома. Ведь жизнь показала, что это жизненный, живущий проект и реально имеющий хорошие результаты. То есть создав вот эти межрайонные, перинатальные, межрайонные родильные дома, мы уменьшили младенческую смертность, мы практически ушли от материнской смертности. Когда мы создали сосудистые центры, у нас почти на 30% сократилась смертность от инсультов, от инфарктов. Поэтому вот это кустовой принцип, межрайонные центры, это хорошее движение вперед. А новые медицинские учреждения у нас будут строиться, не считая ФАПов? Ну, да. То есть на сегодняшний день уже находятся в проектных разработках. То есть в первую очередь, если говорить о городе Чебоксары, это большой проект, который предполагается реализовать в центре города, на проспекте Ленина. То есть это поликлиника, вот бывшая поликлиника, как ее все знают, это поликлиника электроаппаратного завода и родильный дом номер 2. То есть на этом месте уже на сегодняшний день ведутся проектные работы. К концу года мы предпланируем их завершить. И в 2014 году предполагается начало строительства большого поликлинического учреждения с реабилитационным центром именно вот в центре города. Предполагается строительство второй очереди диагностического центра, то есть это на Московском проспекте, куда предполагается, будет переведены поликлиническое учреждение из первой городской больницы. То есть вот то, что располагается на сегодняшний день вот в исторической части города. И там уже практически нет населения. То есть вот это все население перейдет на обслуживание сюда, в центр фактически, в центр почти московского района, можно сказать, то есть на улице Афанасьева. То есть это тоже проект вот ближайшего времени. В рамках праздничных мероприятий, это 550 лет, городу Чебоксары и 100-летие Чувашской автономии, там предполагается еще строительство. Это детская инфекционная больница тоже и реабилитационный центр вот в центре города. Так что мы предполагаем, строительство будет. Алла Владимировна, изменения в отрасли здравоохранения, очевидно, даже не специалисту. Действительно. То есть это видно, введение новых стандартов, модернизация, появление нового оборудования, появление новых технологий. Но в плане социальной политики, в плане социального развития, то есть вот вторая ваша немаловажная задача вашего ведомства, какие масштабные изменения ожидаются и ожидаются ли? В плане социальной политики здесь тоже очень хороший вопрос. Почему? Потому что если говорить о социальной политике, она вообще направлена на кого? В основном на лиц с ограниченными возможностями, на лиц пожилого возраста, на одиноких и те, кто оказались в трудной жизненной ситуации. И на сегодняшний день изменения, вот скажем так, масштабные изменения, они коснутся, наверное, прежде всего всей идеологии этой службы. Почему? Потому что если сегодня эта служба работает по заявительному принципу, пришел пациент, ему оказывают помощь, то в ближайшее время мы предполагаем изменить ситуацию на профилактическое направление, как в здравоохранении. То есть выявлять этих лиц активно, кому необходима эта помощь, и активно идти ко всем лицам, кому необходима вот эта помощь. И социальная служба станет по образу медицинской тоже участковой, то есть фактически в каждом районе будет свой участковый социальный работник, который будет фактически осуществлять свою деятельность в полной координации с участковыми медицинскими работниками, с участковыми, может быть, даже сотрудниками полиции, с правоохранительными органами. Тем самым вот этот социальный работник, который будет работать на тот или иной участок, будет, в общем-то, более приближен к тем лицам, кому эта помощь, в общем-то, нужна. То есть это вот если говорить о таких глобальных масштабных преобразованиях. Я правильно поняла, что у вас увеличится количество сотрудников? Потому что сейчас речь идет о том, что их катастрофически не хватает, особенно в сельской местности. Там не идет разговор об увеличении сотрудников. То есть идет разговор, опять-таки, о перемаршрутизации вот этих пациентов или, скажем так, клиентов, как их можно назвать. То есть да, где-то, может быть, произойдет увеличение, где-то произойдет, может быть, даже и сокращение. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что будет просто-напросто упорядочена эта работа. Вот. А может быть, даже и произойдет увеличение. Вы правы. То есть если это будет необходимо... Мы же говорим об увеличении лиц старшего возраста. Поэтому, естественно, количество людей, кому нужно оказывать помощь, и, естественно, количество людей, кто должен оказывать эту помощь, будет возрастать. Ну, кстати, очень интересный, действительно, проект. Когда это все будет? А фактически уже идет. То есть уже идет описание всех районов, идет полностью аналитика всех районов, потому что мы прекрасно понимаем, что в районах республики более пожилое население. Причем даже районы республики различаются. То есть где-то более старшее поколение живет, где-то более молодое поколение. Поэтому и от этого и зависит объем предоставления социальной помощи. По сути дела, точно так же, как и медицинская. А когда нужно ожидать результатов? То есть когда завершится эта реструктуризация, эта реформа? Ну, я думаю, что по большому счету мы завершим паспортизацию всей республики к концу года. И, по сути дела, вот, наверное, нужно говорить о том, что постепенный переход к будущему году мы уже увидим реально. Чтобы каждый будет знать не только своего участкового педиатра или терапевта, но будет еще знать своего участкового социального работника. Ну что ж, Алла Владимировна, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником была министра здравоохранения и социального развития Чуваши Алла Самойлова. Спасибо, всего доброго. И до следующего сеанса правительственной связи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА